19 декабря в церковном православном календаре день почитания святителя Николая, архиепископа Мирликийских, чудотворца, которому молятся о целомудрии и благополучном замужестве дочерей, о хороших женихах и невестах, о любви и мире супругов, о покровительстве семейного очага, о детях, о помощи в бедности и нужде, о заступничестве завдов и сирот, о сострадании к нищим и беззащитным, о сохранении и помощи в пути, о спасении и сохранении плавающих от разных бед и печалей. В народном календаре 19 декабря праздник называется Никола Зимний. Святого Николу назвали Милостивый. Он представлялся нашим предком седобородым стариком, часто являющимся людям в виде странника, либо нищего. И согласно древней легенде, основанной на эпизодах жития святого Николая, он спас от бесчестия трех дочерей, одного бедного человека. У старика не было денег, чтобы выдать дочерей замуж, и он согласился, чтобы они стали наложницами. А ночью святой Николай развесил у окна каждой из спален девушек по небольшому мешочку с монетами. Утром, когда они проснулись, каждая из сестер нашла дар божий, а в нем свое спасение. С тех пор появилась традиция вкладывать подарки в небольшие мешочки, развешивать или раскладывать их в новогоднюю ночь в постели ребенка, чтобы утром он мог благодарить небеса за помощь и участие в его жизни. Святой Николай стал заступником и помощником девушек в обретении жениха и семейного счастья. Николин день – это начало зимнего сватовства. В этот день обязательно служили молебны те, кто думал жениться или женить, женихи и невесты, а также их родители. И нередко молодых благословляли в свадебную дорогу иконы святого Николая. Данный праздник носит несколько названий. Кто-то называет днем святого Николая, кто-то называет Никола, либо Николин день, а также Никола Морозный, либо Зимник. И в народном православии день завершает трехдневный праздничный комплекс. Это Варварин день, Савин день – 18 декабря и Николин день – 19 декабря. Никола Угодник является одним из самых почитаемых святых на Руси. Верили, что он помогает людям даже без специального обращения. Он дарит плодородие, богатство, обилие. Говорили в народе, до Николы нет добра Николе. В легендах, песнях и притчах рассказывается, что святой Николай ходит по домам, заглядывает в погреба, амбары, стараясь наполнить их разным добром. Ходит Никола по погребу, ищет Никола неполного. Все, что найдет неполное, хочет Никола дополнить. Николая Угодника считают хорошим врачевателем. В народе верят, что он может избавить человека от любой болезни. Раньше в старину, в тех местах, где праздновался престольный день, устраивали наши предки шумные никольские ярмарки. На них обязательно торговали хлебным зерном. Именно на таких ярмарках устанавливали цену на зерно. Говорили, Никола на хлеб цену строит. Николин день пирогами и пивом красен. В деревнях в этот день справлялась Никольская братчина с пирогами и ячменным пивом. После ярмарки, выручив деньги за продажу товара, крестьяне организовывали праздничные гуляния. Совместные застолья и хождение в гости были главными особенностями этого гуляния. На столе обязательно присутствовал обрядовый каравай, который делили между всеми участниками застолья. И совместно съеденный каравай символизировал примирение. Чтобы не было размолвок и вражды, проводили обряд женитьбы пива. Из разных домов хмельной напиток сливали в один сосуд, из которого потом разливали всем присутствующим. Молодежь в день святого Николая собиралась в заранее обговоренной избе на посиделке, во время которых шла бурная подготовка к святкам. Девушки-парни готовили маски, костюмы и учили, сочиняли разные песни-колятки. В некоторых местах это время называли Никольскими святками за схожесть некоторых обычаев с рождественскими. Девушки в этот день гадали, клали на образ чудотворца пояс, веря, что во сне увидят своего суженого. Народные приметы говорят, если на Михайлов день 21 ноября зима закует, то на Николу 19 декабря раскует. Если 19 декабря вы заметите на деревьях иней, то значит будет хороший урожай овса. За помощью к святому Николаю можно обращаться в любой ситуации. Слова молитвы я вам оставлю внизу в описании под данным видео. С вами был канал Добрые Знания. До новых встреч!